Добрый день, приветствую всех. Сегодня у нас экспертно-аналитический клуб на тему Беларуси в изгнании и как защитить права человека. А наши сегодняшние спикеры это Анаиз Морен, PHD, спецзакладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси. Анаиз, добрый день. Добрый день. Это Екатерина Дайкало, PHD, юрист-международник, эксперт Белорусского хельсинского комитета. Екатерина, добрый день. Добрый день. Это Олег Агеев, юрист-заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов. Олег, добрый день. Здравствуйте. И Ольга Смолянко, юрист-директор правозащитной организации Low Trend. Ольга, добрый день. Да, всем добрый день. Рад вас всех видеть. Формат, как и всегда, у нас с экспертно-аналитическим клубом. Мы ориентируемся, что где-то час спикеры отвечают на поставленные вопросы, и где-то час после этого у нас происходит дискуссия с участием всех участников клуба. В последнее время это немножко не так, и, возможно, дискуссия будет слегка дольше. Но вообще, в общем, настраивайтесь где-то на два часа. Я передаю слово с модератору Вадиму Можейку. А перед тем, как я это сделал, хочу напомнить, что ваши вопросы вы можете писать в чат, вы также можете поднимать руки, и мы с удовольствием вас также послушаем голосом, если вы хотите сказать нам что-то голосом. И вот сейчас я передаю слово Вадиму Можейку. Вадим, пожалуйста. Да, спасибо, Антон. Еще раз всем добрый день. Я когда-то, я думаю, некоторые спикеры пугающе начали смотреть в камеру, когда ты сказал, что будет два часа немножко даже больше. Я постараюсь, чтобы было два часа немножко меньше, наоборот, чтобы мы успели все обсудить и уложиться. Но я согласен, что по практике бывает часто чуть иначе, и все под конец активнее разговариваются. Я имел в виду, что больше та часть, в которой спикеры отвечают на заявленные вопросы, просто она больше, чем час. А все вместе будет меньше, немножко меньше, чем два часа. Так и постараемся сделать. Ну, все в наших руках. Спасибо всем, кто к нам сегодня присоединился, и всем тем, кто будет смотреть нас позже на YouTube, за исключением всех фрагментов, которые будут обозначены спикерами как находящиеся под правилом счета хаоса, и которые не попадут в YouTube-трансляцию. И сегодня у нас уже, по сути, второй экспертно-аналитический клуб, который прямо сфокусирован на белорусах за рубежом. И если весной мы тогда говорили о белорусских релокантах, больше с точки зрения того, как белорусские релоканты сами являются акторами, как они адвокатируют какие-то изменения в других странах, как они сами борются за какие-то права и возможности для себя, то сегодня мы сфокусируемся немножко на другом аспекте. Мы, белорусы, все-таки, по моему эффективному ощущению, мы часто такие стесняшечки и приходим к ситуации так, что мы тут такие бедные несчастные пришли, и вообще мы как бы всем самим должны справиться. И в конце концов мы тут молодцы, мы все можем, и ничем помощи нам не нужна. И даже люди сами в очень часто тяжелой ситуации не задумываются, что что-то происходящее сейчас с белорусами это вопрос прав человека, вопрос обязательств в некоторых странах, права человека соблюдать. И вообще это подходить к ситуации немножко с другим фокусом в том числе. Поэтому сегодня мы поговорим именно о фокусе правозащитном. И, безусловно, таким импульсом для нашей сегодняшней дискуссии выставил доклад, который уже МНИС подготовила, и который как раз касается белорусов, которые сейчас находятся за границей Белоруссии, вынуждены там находятся, и сталкиваются часто с, или уже столкнулись, часто и продолжают сталкиваться с различными нарушениями прав человека, и часто связаны с теми, к каким профессиональным группам они относятся. Поэтому на сегодняшний первый вопрос для обсуждения действительно попытаемся обсудить, какие группы белорусов в наибольшей степени сталкиваются с нарушениями прав человека, которые, в общем, вынуждают этих людей в Беларусь покидать. Поэтому тогда я бы попросил, наверное, Анаист начать и, собственно, представить во многом и результаты своего доклада с таким фокусом. И также, впоследствии, передам слово всем остальным спикерам. Я думаю, тоже каждый тут о разных профессиональных группах сможет добавить. Поэтому, Анаист, the floor is yours. Thank you, Вадим. Здравствуйте всем. Буду говорить по-русски, по вопросам организаторов. Так что, прошу прощения. Вот, я являюсь спецдокладчиком по ситуации с правами человека в Беларуси уже четыре года. И каждый год я должна представить совету по правам человека один доклад, такой годовой отчет ситуации, и один, так называемый, тематический доклад к Генеральной Ассамблее ООН. И вот месяц назад я как раз презентовала этот доклад в Нью-Йорке, правда, онлайн. И тут я выбрала именно тему, уже год назад выбрала тему беларусов в изгнании из-за того, что вот понимали, что после 20-го года, после события 20-го года и репрессии, и тут я имею в виду не только репрессии против участников мирных собраний, но еще и множество членов гражданского общества, очень-очень много, сотни тысяч людей были вынуждены покидать страну, и без возможности безопасно возвращаться домой. В докладе я рассказываю о практике, о политике, о законодательстве тоже, которая вынуждала многих беларусов покинуть свою страну. Это включает обыски в домах и офисах, произвольные задержания, которые продолжаются, уголовные преследования по политическим мотивам, грубые нарушения прав на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство. К сожалению, очень много, кто был задержан в 2020 году, то есть по нашим данным, как минимум 5000 людей обратились к судю в Беларуси, потому что, говорит, что они испытывали пытки, и тут есть международные конвенции против пыток, там они хорошо определены, и, к сожалению, прокуратура Беларуси ни разу не считала уместно открыть какое-то дело, разбирательство по этим вопросам. Значит, очень много, кто убежал, просто чтобы тоже искать пути к судебной разбирательству по этим вопросам. То есть в докладе мы не определяем именно, какие группы беларусов сталкивались вот с этими нарушениями. По нашим оценкам, это было не только, опять же, участники протестов, но и множество людей, включая медиков, журналистов, юристов, адвокатов. И, конечно, члены правозащитных организаций, они, по-моему, в первой очереди испытывали вот эти запугивания, эти угрозы применения силы или даже в отношении не только их, но еще их семей. И с точки зрения ООН это тоже очень показателен, что правительство ведет такую специальную политику, чтобы запугивать людей и их заставить покидать страну. Я уверена, что Ольга Смолянко расскажет про ситуацию с этими организациями, но я бы хотела обратить внимание на то, что нашим оценкам ситуация, как она продолжается, то есть нарушение прав человека продолжается до сегодняшнего дня, мы можем об этом позже говорить, она вела к фактической зачистке гражданского общества, и поэтому вот титул сегодняшней встречи не белорусы в изгнании, а Беларусь в изгнании. Получается, что вот часть страны находится уже за границей, что, конечно, вызывает тоже дополнительные проблемы, но об этом тоже дальше позже будем говорить, и поэтому я очень благодарю пресс-клубу за возможность организовать вот эту встречу, потому что, к сожалению, даже находясь за границу, те люди, которые каким образом для большинства для многих из них избежали произвольного задержания или даже сейчас уголовное преследование, их права человека все равно в опасности, и это в большом счете связано с ситуацией с войной в Украине, с санкциями, с проблемами, которые накопились на голову этих людей. Да, большое спасибо. Действительно, мы видим, когда ситуация с всех сторон оказалась непростая, кто-то оказался вынужден с войны стать дважды, вынуждена покинувшим страну, а кто-то просто столкнулся с теми или иными формами дискриминации по цвету паспорта, что, в общем, наверное, в моем понимании не сильно лучше дискриминации по цвету чего-нибудь еще, но, в общем, и такое тоже бывает. Давайте тогда пока, я думаю, да, мы к этому тоже перейдем попозже, а сейчас давайте тогда, наверное, прошу Екатерину Дейкало продолжить и поговорить о тех группах беларусов, может быть, с каким-то фокусом, которые, на ваш взгляд, сталкиваются специфически с нарушениями их прав человека, вынуждающего покинуть Беларусь, именно из-за их, не знаю, профессиональной деятельности или еще каких-то признаков. Да, коллеги, ну, по этому вопросу я думаю, что я вряд ли скажу, что это более подробно чем Анаис, и я думаю, что вот Ольга продолжит потом, но основная, основная вещь, которую можно заметить сейчас относительно групп, что очень четкий удар идет по реально профессиональным секторам, то есть мы видим, что целые профессии подвергаются преследованию, и вот это специфическая черта именно нынешней волны эмиграции, то есть это журналисты независимые, это экспертный пул независимый практически весь выехал, это преподаватели тоже, академишнс, которые соответствующие позиции, и не только профессиональные, на социальные группы, студенты, адвокаты, то есть вот здесь это такая особая черта этой волны эмиграции и этой вообще всей ситуации после 20-го года, что целое, ну я уже не говорю про такие там сектора, как IT, бизнес, целые профессиональные группы подвергаются гонениям, именно, то есть твоя принадлежность уже, чем дальше раскручиваются эти все репрессии, тем уже даже не столько твоя, какие-то твои активные действия играют роль, да, в какой-то период, а твоя просто принадлежность к этой профессии, то есть сам факт того, что ты журналист независимого издания, неизбежно, и находишься, допустим, в Беларуси, да, неизбежно sooner or later приведет к тому, что к тебе просто придут, ну я уж не говорю про сотрудников и людей, связанных с сектором, с гражданским сектором, да, с неправительственными организациями, это вообще одна из там первых строчек профессии групп риска, вот, то есть сам факт принадлежности даже к этой профессии, а не то, что ты там что-то конкретно где-то делал, уже сегодня ведет к тому, что ты вынуждена уезжать, вот это важный момент, да, экстренно, спасибо, действительно, очень колоритно, потому что многие, мы же принимали решение не уезжать, не уезжать, исходя из личного опыта, и действительно, да, мы видим, что со временем это трансформируется и решение уже во многом связано не с тем, что ты делал лично, и репрессии часто мы видим, да, просто по признаку принадлежности к чему-то, ну, например, как недавно на днях были очевидные репрессии против просто всех тех, кто когда-то как-то принадлежал группу за свободу, в общем, независимо от того, что лично они-то сделали, все было массово. Ну, что, по списку должен был передать слово Олегу, но настолько раз вспоминали Ольгу, что я просто не могу не передать слово Ольге, потому что все мы ждем мое выступление, боюсь, если я передам слово Олегу, Олег скажет, что вот надо спросить Ольгу. Да, рассмешил ты меня, конечно, спасибо большое, вот, и хотела начать с негатива, раз ты меня рассмешил, начну, может, с такого относительного позитива, если бы можно так сказать. Если я начну говорить, что в Беларуси нарушаются права человека, сейчас никого не удивлю. И это такая единственная, наверное, одна из многих позитивных вещей во всем происходящем. Потому что мы часто говорим о нарушениях прав человека с 2000 года, с 2021, люди вынуждены уезжать, это действительно так, в Беларуси происходит беспрецедентное нарушение права человека. Но я часто подчеркиваю, и очень важно говорить о том, что то, что происходит сейчас, это не случайно. В Беларуси происходит нарушение прав человека давно. И позитивное в том, что раньше многие на это закрывали глаза. Нарушения происходили, но правозащитники часто кричали, происходит нарушение прав человека во многих сферах. Но, к сожалению, реакция была не такая значительная. сейчас о правах человека знают больше, о нарушениях прав человека знают больше, проводятся разные дискуссии. например, как наш, спасибо дискуссионному клубу за это, это очень важно, что права человека поднимается, тема прав человека поднимается на всех площадках. И на этом, наверное, позитив относительно такой заканчивается. Что касается темы, о которой мы сегодня говорим. Мои коллеги уже и о наиссе в докладе, в своем выступлении, Екатерина говорила о нарушении прав человека, о нарушении прав человека определенных целевых групп. Я, чтобы не быть голословной, сошлюсь на некоторый результат. И, наверное, сошлюсь на результаты самых последних. Мы недавно проводили исследование среди, начали проводить. Мы его не закончили. У меня на сегодняшний момент есть только неподведенные данные по опросу, но тем не менее. Мы закончили проводить опрос среди такой целевой групп, как активистки, именно по черту и правозащитницы, то есть женщины, неважно, сталкивались они с репрессивными, не сталкивались они с репрессивными, просто активисты и активисты. И правозащитники. И в этом вопросе принял участие 83 женщины. И ни одна из участниц опроса не отметила, что в ее отношении не нарушались в Беларуси права. Ни одна. 83 человека заявили, рандомно, это рандомная выборка, заявили о том, что права нарушаются. И я вот даже специально отмечу, вы говорили, первый вопрос был о том, какие права нарушаются. Из 83 человек, женщин, 80 отметили, что в их отношении нарушается право на свободу выражения мнений. 73 право на справедливое судебное разбирательство. 75 свободы собраний, 72 свободы ассоциаций и так далее. Вдумайтесь, какие цифры, если мы говорим о том, что это исследование достаточно, это не исследование просто выборка. Цифры большие. Если мы говорим, и в принципе они отражают и ситуацию, которая есть на своем Беларуси, из-за чего многие люди были вынуждены уехать. Потому что в отношении многих людей нарушались именно такие права. Свобода выражения мнений, свобода ассоциаций, право на справедливый суд и так далее. Екатерина говорила о том, что нарушаются группы конкретных, права конкретных целевых групп, и это действительно так. Но самая большая проблема еще есть то, что человек не знает, какие меры и какие права будут нарушены в его отношении, даже если он не принадлежит конкретной профессии либо конкретной целевой группе. есть определенные группы риска. Да, к группам риска относятся правозащитники, да, к группе риска относятся активисты, активистки, но человек любой профессии может быть привлечен к ответственности, например, за нарушение экстремистских статей, за нарушение иного законодательства. В его отношении могут быть приняты абсолютно несразмерные меры, непропорциональные, просто потому, что этот человек живет в Беларуси, находится на территории Республики Беларусь. И это тоже очень важно понимать. Именно из-за этого во многом вынуждены уезжать люди очень разных профессий, очень разных социальных групп, очень разного возраста. И именно та ситуация, когда человек не знает, что последует за его действием приводит к тому, что Беларусь находится в изгнании. Я вернусь немного к целевой группе, которой я больше всего занималась. Она уже упомянула, что я наверняка скажу о некоммерческих организациях и людей, которые работают в некоммерческих организациях, в офицерах некоммерческих организациях. И действительно, это очень большая, когда мы говорим о группах риска, о целевых группах, это действительно очень большая группа риск. Потому что в 2021 году в Беларуси произошел практически я не люблю слово зачистка, мне не нравится слово разгон, но тем не менее начала происходить массовая ликвидация. Я бы сказала это так. Некоммерческих организаций, помимо массовой ликвидации, в отношении некоммерческих организаций начали приниматься иные меры давления, такие как вызовы активистов, активистов и так далее. И в Беларуси на сегодняшний момент просто опять-таки я начала с цифр, скажу еще одну цифру, передам слово Олегу и два предложения. Вот, в Беларуси на сегодняшний момент ликвидировано 625 организаций, по-моему, так. И ликвидированы ли вы находите в процессе ликвидации? Когда я говорю о количестве организаций, которые принудительно ликвидированы, то надо понимать, что за каждой из этих организаций стоят люди. Организациями создаются просто так, за ними стоят люди. И когда власть ликвидирует организации, применяют в отношении организаций другие формы давления, соответственно, это распространяется на людей, которые стоят в этих организациях. и эти люди, которые были активны в Беларуси, которые проводили разные мероприятия культурные, экологические, делали Беларусь лучше, тоже были вынуждены уехать. И это действительно страшно просто потому, что в Беларуси остается все меньше людей, которые могут привносить в страну что-то новое, что-то инновационное, заниматься какими-то новыми направлениями. На этом я пока остановлюсь. Но с радостью поговорю о другом. Спасибо, мы еще поговорим. Прежде чем передать слово Олегу, я могу не процитировать слова теперь уже предзаключенного, а тогда еще активного правозащитника на свободе Лазия Лапковича, сказанное как раз у нас на дискуссии сперта аналитического клуба, как он вспоминал, когда очень его 20-го года выходил на какие-то праздники местного сообщества своих соседей, когда они узнавали, что он правозащитник, говорит, что он чувствовал себя как звезда Битлз на Труне в США, что все были восхищены тем, что вау, это живой правозащитник с нами, это же просто суперстар, это самый крутой человек на свете. Поэтому действительно, при всем этом негативе нельзя не вспомнить то, что сейчас начинало, что, конечно, это все очень не подняло статус правозащитников и вообще внимания к правам человека как в самой Беларуси, так и вне ее. И, в общем, продолжаем это дело. Не могу не вспомнить свободу Лабковичу и коллегу Валерия Костюгова и всем политзаплюченным. И слово Олегу, если после таких заявлений ей что-то добавить на дети. Я даже знаю, про какую профессиональную группу. Спасибо коллегам. Действительно видно, что ситуация раскрыта достаточно полностью. Наверное, я в качестве примера могу раскрыть только, как это видится внутри медиасектора и даже на примере медиасектора в принципе можно судить о том размахе репрессий. Действительно ситуация беспрецедентна. Если брать вот за последние два года, даже больше два с половиной года размер репрессий, то в медиасекторе практически все субъекты, которые существуют, сталкивались с репрессиями от журналистов в личном качестве, журналистов редакции, журналистов-фрилансеров, блогеров, редакции практически все. Мы летом этого года проводили мониторинг и просили 44 крупнейших редакции. Из них все были подвергнуты в той или иной форме репрессиям. Некоторым редакциям удалось собрать, что называется, фулхаус и все виды под признание экстремистским формированием, блокировки сайтов, запрета выхода печатных версий. На некоторые редакции прям все виды репрессий были сложены, некоторые одним-двумя видами ограничились, но это очень суровая статистика, когда все 44 опрошенных были в той или иной форме подвергнуты репрессиям. Если говорить о нарушении прав человека, которые были в ходе этих репрессий, я, наверное, имею дополнить сказанным коллегами свое видение о том, что мы перешли ту стадию, когда мы можем говорить только о нарушении прав человека. В качестве примера мы в течение полутора лет документировали случай нарушения прав журналистов, и у нас было детально, подробно описано что-то около 150 кейсов. Когда мы начали давать правовую оценку, то из этого количества, из 150, 44 содержали признаки преступлений против человечности. Когда мы уже говорим о том, что наступила следующая стадия, когда от нарушения прав гражданских или политических власти перешли уже грань к открытому совершению преступлений, я понимаю, что и обычное, если можно так выразить, нарушение прав человека может влечь в какую-то уголовную ответственность, но здесь уже мы видим преступление против человечности. Если говорить об особенностях этого периода и как это повлияло на выезд, то в медиасекторе зимой этого года, в феврале, была большая встреча, где руководители крупнейших медиа встречались и, скажем так, пытались сверить часы. Я сейчас точные цифры не назову, но по состоянию на февраль, если рассуждать с точки зрения призмы миграции и релокации, то примерно треть медиа были полностью релокированы за пределы границ, за пределы Белоруссии, они работали за границей, то есть в полном составе от менеджмента до журналистов. Примерно треть работала в смешанном режиме, когда часть журналистов остается в стране, часть выехала и это как правило касалось менеджмента, который осуществляет управление редакцией из безопасного места за пределами страны. И примерно треть редакции по состоянию на февраль полностью в полном составе находилась в Беларуси. Это как правило касалось региональных СМИ, некоторые республиканские СМИ удавались им сохранить работососудные коллективы внутри страны, но повторюсь, это было по состоянию на февраль. Сейчас ситуация значительно ухудшилась, потому что многие из тех редакций, которые заявляли в феврале, что они полностью находятся в Беларуси, они часть своего стаффа уже вывезли, некоторые выехали практически в полном составе, и то есть ситуация продолжает ухудшаться. Это тоже показывает на примере медиасектора о том, как развивается ситуация с репрессиями, нарушением прав человека в Беларуси. Я бы еще здесь добавил отличительный признак, если говорить о субъектах, которые подвергаются репрессиям, то, как я и говорил, в медиасекторе помимо журналистов в личном качестве редакции были также подвергнуты репрессиям и организации гражданского общества в медиасекторе. Это пресс-клуб, в отношении которого практически все руководство было взято под стражу, и потом это головное дело было прекращено. Это Белорусская ассоциация журналистов, наша организация, которая была ликвидирована, и обыски прошли практически у всех сотрудников и дважды в офисе организации. И также добавился здесь в эту волну репрессий добавились такие субъекты, которые раньше мы либо не фиксировали, потому что их было мало, но это бывшие сотрудники средств государственной пропаганды. Все-таки независимый медиасектор и государственная пропаганда в Беларуси представляют, скажем так, два полюса одного и того же явления медиасектора, но тем не менее коснулось и достаточно массово, может быть, не в процентном соотношении к общему количеству людей, задействованных в секторе государственной пропаганды, но именно от общего количества журналистов в принципе уже заметен процент тех бывших сотрудников госсми, которые сейчас привлекаются к уголовному преследованию, увольняются, и мы видели еще в 2000 году массовые увольнения и привлечения скажем так приехавших сотрудников Russia Today для Беларуси радиокомпании, последствия приезда которых до сих пор ощущаются в деятельности средств государственной пропаганды. Поэтому вот такое короткое мое дополнение к наступлению коллег, что действительно нарушение прав человека носят массовый характер, они затрагивают практически каждого, по крайней мере в медиасекторе, и наверное дополним вот то, о чем говорила Анаис, это все усугубляется полным на сегодняшний день отсутствием каких-либо механизмов правовых по защите нарушенных прав, ни суды, ни прокуратуры, ни какие-либо другие органы, которые по своей структуре, по целям своей деятельности должны защищать права граждан в случае политически мотивированного преследования они не являются механизмом эффективной защиты нарушенных прав, и это значительно усугубляет ситуацию. Раньше к ним тоже были вопросы, но сейчас по моей личной оценке они практически самоустранились от выполнения своих задач, и это видно даже по количеству обращений к медиа-юристам, которые защищают права журналистов, катастрофически упала обращаемость даже тех журналистов, которые в Беларуси остались, подвергаются репрессиям, они не обращаются за правовой помощью и объясняют это тем, что они не верят в эффективность этой помощи, считают ее бесполезной, и от тех органов, куда по профессиональному законодательству нужно обращаться, защищая нарушенные права, они скорее ощущают угрозу, чем видят в них механизмы по защите нарушенных прав. И вот это тоже такая вот тенденция. И если говорить о выехавших, о тех, кто временно релацировался, то, наверное, здесь тоже, может быть, мы об этом поговорим, но очень тревожная тенденция лично по моей оценке на одной из встреч организаций гражданского общества был обнародован мониторинг, опрос, и я точную цифру не назову, но даже среди сотрудников от волонтеров до менеджмента организации гражданского общества примерно около 10%, может быть, 12%, может быть, 13% уже заявляло о том, что они никогда не планируют возвращаться в Беларусь. Это очень грустная тенденция. Повторюсь, это не экономическая миграция, это релокация вследствие риска политически мотивированного преследования и уже примерно каждый десятый заявляет, что у него уже нет плана возвращаться в Беларусь. Поэтому, мне кажется, вот такие основные аспекты сегодняшнего периода важны для нашей сегодняшней дискуссии. Спасибо. Спасибо, Олег. Екатерина, рекомендую, что еще хотел дополнить. Да, я хотела еще дополнить такой момент, дополню то, что сказали коллеги, дополню и продолжу свою мысль о специфике этой волны эмиграции в контексте именно такого секторально-профессионального преследования, то есть целые профессии выезжают. Важно понимать, что люди, помимо того, что нарушаются гражданские политические права и все, что сказала Ольга, все, что сказал Олег, и массовые, и серьезные нарушения прав человека в том числе имеют место, безусловно. Важно еще тоже понимать, что в связи именно с таким преследованием целых профессий люди выезжают в том числе и для того, чтобы заниматься своей профессией, чтобы быть в состоянии заниматься своей профессией. Заниматься своей профессией Это тоже очень важная, вернее, возможность заниматься своей профессией, реализовываться. Это тоже очень важное, во-первых, право человека, а во-вторых, важный элемент среды, в которой он находится. То есть человек, он должен иметь возможность делать то, что он хочет делать, и в этом расти, реализовываться, развиваться. И вот все, кто, по крайней мере, из личного опыта моего, да, и вот кого я вижу вокруг, это и эксперты, и сотрудники наших НГО, которые как бы ликвидированы, но они продолжают жить и работать, в общем-то, да, практически. Ну, основные, да, все журналисты, те же СМИ наши независимые. Видно, что люди продолжают заниматься своей профессией, они не отвлекаются на повестку страны, в которой они живут, то есть они не переключаются, не интегрируются в этом смысле. Они хотят заниматься тем, чем они занимались, и так как им не дают это делать больше дома, они теперь занимаются этим здесь. И это тоже, во-первых, с одной стороны, и определенное, наверное, исходя из того, сколько это продлится, неизвестно, но это определенная проблема, наверное, как бы и для интеграции в сообщество. И это тоже определенное, ну, это не то, что, я не говорю, что это плохо или хорошо, просто это вопрос, это специфика, да, ну, все хотят заниматься белорусской повесткой, и это правильно, это нормально. Все хотят работать в том, в чем они работали. И это тоже определенная такая, как бы, не то чтобы проблема, но специфическая черта, которая предъявляет определенные требования и к пребыванию человека в той стране, где он выехал. То есть, если релацируется медиа, им нужна возможность работать как медиа, да, если релацируется там НГО, им нужна возможность работать как НГО. То есть, вот этот аспект нужно учитывать, что это люди, профессионалы, которые целыми профессиональными группами выезжают для того, чтобы дальше работать и заниматься своей профессией. Да, Катерина, спасибо. Я вижу руку Анаис, перед этим хочу дополнить, что да, я полностью согласен. И действительно, это часто люди оказываются перед ситуацией выбора, какое их право человека для них критичнее, в частности, право на свободу слова и потому, чтобы заниматься своей профессией, или право, в общем, приезжать, возвращаться в страну своего гражданства, сколько они хотят. Вот я знаю людей, которые выбрали второе и остаются в Беларуси и молчат. Для меня было важнее первое, и поэтому я не в Беларуси, но продолжаю заниматься своей профессией. Да, Анаис, пожалуйста. Да, нарушение прав человека в Беларуси охватывает очень широкий спектр прав, на самом деле, всех, и культурные права, и экономические, и социальные, и политические. Но мне кажется, что, услышав то, что Екатерина и Олег говорили, мне кажется, что все можно спаковать под теми свободы мнения. И потому что тут, если анализировать вот эту политику, эти дискурсы, эти законодательства, которые применяются, чтобы заставить людей выбирать между, в докладе я пишу три опции, там самая цензура сидеть в тюрьме или убежать, все это показывает, что на самом деле идет зачистка против всех инакомысленников. То есть дефидентство не допускается, и если говорить, я не знаю, какие цифры можно называть, в некоторых профессиях, да, это действительно будет 15-20%, может быть, половина, в других это гораздо меньше. Но если каждый десятый белорус находится за границу из-за репрессий, из-за ситуации в стране, которая возникла из-за репрессий, то есть тоже там есть бизнесмены, которые все еще могут ехать туда и обратно, например, из Варшавы, да, те айтишники, например, но тем не менее они не в состоянии работать, заниматься своими делами, своей работой, как говорила Екатерина, внутри страны. То есть это значит, что это тоже есть какая-то в каком-то мере утечка мозгов. И это не обязательно интеллигенция, но это вот такие, ну, кровь и мозги страны, которые находятся не внутри страны. И это, мне кажется, полезно именно власти, потому что они хотят такое гражданское общество, которое не будет никогда думать иначе, чем положено. То есть вот такая специальная политика, чтобы заставить людей уехать, это тоже подготовка почвы на будущие выборы, например, когда вот инакомысливники, люди, которые смели критиковать и организовать уже во время пандемии, например, все эти телеграм-чаты, они появились именно в начале 2020 года, когда правительство, ну, говорил, что нет ковида в Беларуси, а люди сами организовались, а потом в августе на уровне этих дворов. Вот все это, сама организация, это и есть сущность гражданского общества, и это и есть то, на что можно строить будущее, строить нормальные отношения и позволить всем осуществить свои человеческие права. И поэтому вот очень-очень печально то, что рисуется для будущего Беларуси моими глазами из-за того, что эти люди, эти прекрасные люди, ну, хорошо, что они есть, вот, например, здесь, в Польше, но очень меня заботит то, что они не в Беларуси, чтобы строить будущее своей страны. Да, да, я с ним могу не согласиться, и меня это печалит, да, еще не меньше, наверное, даже и больше. Ну, что ж, спасибо тогда. Давайте будем, по-моему, переходить ко второму вопросу. Переходи к тому, что можно делать. Какие международные правовые положения можно использовать для защиты русских вынужденных мигрантов, потому что мы, в общем, перечислили, какие люди и почему оказываются вынуждены уехать из Беларуси, и, в общем, с одной стороны, переживая опыт, частично, мы говорим, правонарушения прав человека в Беларуси, которыми, в общем, из-за которых они выехали, частично это, да, различные типы, может быть, тоже обсудим подробнее, дискриминации по цвету паспорта, какие международные положения можно в такой ситуации использовать. Когда беларус, например, в ситуации, что он не может нормально вернуться в Беларусь, а сталкивается с бюрократичными чиновниками, которые просто ему рассказывают про детали там миграционного законодательства, почему он, условно, не может подаваться на европейскую визу в какой-нибудь другой стране. Или когда ему рассказывают даже не по паспорту, не того цвета, поэтому он будет немножко человеком второго сорта. Какие есть реально международные правовые положения, механизмы, которые можно в таких ситуациях задействовать? Потому что, мне кажется, многие беларусы, в общем, их не задействуют просто потому, что не очень представляют, что в таких ситуациях реально делать. Поэтому она есть, если можно, с каких-то вот таких советов начать, и дальше в том же порядке, как были. По гласному международному праву, все мигранты обладают правами человека в силу своей человечности. То есть это вне зависимости от причины, почему они находятся вне границ своей страны, они обладают и они имеют право на осуществление всех прав гражданских, политических, социальных, экономических, культурных и так далее. И поэтому вот эти все конвенции, эти стандарты международного права тоже ставят на правительство должность, обязанность выполнить свои обязанности по защите прав каждого человека, в том числе и иммигрантов, независимо от его или ее права статуса. То есть беженцы, просители убежища или экономические мигранты, несмотря на их статус, вот как раз имеют право на все права человека. Потом это значит тоже и подвергать их пыткам, да, и дискриминации, не оставлять жить в нищете или под угрозой, например, если их вернуть обратно в Белоруссию. Конечно, вот тут лежат на обязанности правительства, которые принимали людей, их не возвращать в Белоруссию по никакой причине, если там есть риск, что они попадут под репрессиями, в том числе и особенно под самым тяжким нарушением прав человека, как пытки или убийства. Дальше меня волнует именно ситуация, если слышать и смотреть то, что творится в законодательстве в Белоруссии и как оно инструментализируется. Меня очень волнуют вот эти законопроекты, предусматривающие заочные суды над людьми в изгнании, и что еще больше ограничивает их право на справедливый суд, это конечно, но еще и предложение лишить гражданства экстремистов, так называемых экстремистов, в изгнании, лишить имущества. А вопрос лишения гражданства, это, по-моему, вот это будет следующая моя борьба за право человека белорусов, потому что я не юрист, но я знаю, что есть такая конвенция 61-го года, которую, к сожалению, Республика Белоруссия не подписала, о сокращении безгражданства, и это является ведущим международным документом, который устанавливает правила предоставления и нелишения гражданства для предотвращения безгражданства, потому что человек в сегодняшнем мире без гражданства, без паспорта, он никто, к сожалению, есть такие тенденции в мире, и поэтому есть у всех такое понимание, что нельзя делать человек апатридом. Но пока, поскольку я знаю и изучаю этот вопрос сейчас, нет прецедента в истории человечества, как правительство осознанно, специально лишило бы гражданства своего населения, своих людей, то гражданство, которое они имели, когда они родились. То есть есть такие случаи, когда есть двойное гражданство, например, и оказывается, что правительство, которое принимал, например, беженца, дал ему гражданство, а оказывается, что он на самом деле террорист, тогда вот есть такие возможности лишить его второе гражданство, имея в виду, что он все равно есть первое, и что он может возвращаться домой. Та ситуация, которая сейчас, видимо, будет именно против экстремистов, то есть сейчас, на сегодняшний день, каждый может попасть под такими статьями, что является террористом глазами власти Беларуси, и таким образом их лишить гражданства, это, по-моему, просто беспредел полностью. Безусловно, согласен, и, может быть, я как-то излишне, как сказать, излишне легкомысленно к этому отношусь, я вот как-то исхожу из некоторой надежды, что если беларусов массово лишат гражданства, то они, или хотя бы не массово, но это будет просто невероятно сильным аргументом для таких людей просить убежище и гражданство какой-то другой страны, в том основании, что лишили единственного гражданства, куда уж убедительней. Но, конечно, я думаю, на практике все бывает сложнее, и поэтому будет очень ценно и следующий доклад, он есть на эту тему. Ну что ж, тогда хотел бы передать слово Екатерине и действительно попробовать тогда послушать какие-то конкретные рекомендации насчет того, что можно делать беларусам не только в будущем, когда что-то изменится с правовой ситуацией, а вот прямо сейчас, которые столкнутся с внушением своих прав, или что за границей, есть ли какие-то механизмы, которые они могут задействовать, и про которые, может быть, просто большинство вынужденных мигрантов, в общем, и не слышали, просто потому что они не юристы, не правозащитники. Да, спасибо, Вадим. Ну, я сначала тоже немножко скажу общую как бы рамку того, какие нормы могут нарушаться, немножко дополню о НАИС, и потом скажу, что, на мой взгляд, можно задействовать. Ну, специфика нашего, так сказать, проживания в таком государстве и в таком энвайроменте, она каким-то образом у нас укоренила такой стереотип, что мы можем требовать соблюдения прав человека только у таких вот авторитарных, деспотических государств, как наши. На самом деле, а когда же заходит речь о демократическом государстве-члене Европейского Союза, как-то и даже неудобно вроде бы достать такой аргументик, да, типа там соблюдайте права человека. Но на самом деле важно понимать, что нарушают права человека все государства, нет такого государства в мире, которое не нарушает права человека. Есть разница между, в данном случае, авторитарными режимами и демократическими странами, состоит в реакции на такие нарушения и в тех, действительно, в реакциях государства, и на внутреннем национальном уровне, и на международном, на эти вызовы, да, когда они попадают в такие ситуации. И если в ситуации с нашим государством, которое совершенно, по-моему, уже открыто продекларировало, что это вообще не его песочница и ценность права человека там ваших, это нас не устраивает и нам не подходит, такие аргументы как бы выкладывать бессмысленно, то в случае с европейскими государствами, членами Совета Европы, Европейского Союза, их выкладывать нужно. И это ценности, которые эти страны декларируют, как те, на которых построена они и их внешняя политика в том числе, это ценности, на которые они не просто декларируют, это действительно правовые государства и с действующим rule of law. И поэтому такие аргументы включать важно. Но и важно, опять же, помнить, что обязательства по правам человека, они есть у любого государства, и они распространяются, как правильно сказала Анаис, на территорию, на всех людей, которые находятся на его территории и под его юрисдикцией. И у европейских государств, помимо, конечно, опять же, первое, что у нас всплывает по ассоциации с европейскими государствами, это Европейская конвенция о правах человека. Но не надо забывать также, что все государства, члены Совета Европы, которые считают для себя первичной эту конвенцию, они также члены и пактов 66-го года, и пакта о гражданских политических правах, и пакта о социальных, культурных, экономических правах. Но там немножко разные стандарты дискриминации. Например, в Европейской конвенции дискриминация не рассматривается как самостоятельное нарушение, как самодостаточное нарушение, она рассматривается как средство, посредством которого нарушается какое-то право. А по пакту, по стандарту пакта, там более расширенный стандарт, это самостоятельное нарушение. Например, поэтому общий визовый бан, допустим, В европейском суде вряд ли удалось доказать, что это дискриминация, потому что на самом деле это не нарушает право на свободу передвижения, потому что право на свободу передвижения состоит немножко в другом, не в том, что нет у человека права въезжать в любую страну, в которую он хочет въехать, но по факту это будет дискриминация, потому что в принципе любая генерализация, сейчас я подойду к тому, что такое дискриминация, чтобы было понятно. То есть важно понимать, что есть эти стандарты, они для них обязательны, и я пока вижу, что в основном в связи с дискриминацией белорусов за рубежом достаются в основном такие всякие морально-этические, политические аргументы, но надо доставать этот аргумент среди первых, это ваши обязательства, вы должны их соблюдать. И обязательства по правам человека важно понимать, что они одинаковы для всех, вне зависимости от государства, и как абсолютно верно сказала Анаиз, вы сначала человек, потом уже все остальное, мигрант, беженец и так далее. Поэтому важно понимать вот это. И потом уже идут ваши отношения с государством, в каком вы там находитесь статусе. От этого тоже зависит довесточек. То есть если вы, например, получили статус беженца, то к вам еще довешиваются в отношении вас на государство все обязательства, которые касаются беженцев. В данном случае даже не высылка в страну гражданства и все такое прочее. То есть это еще такой довесточек. Но большинство белорусов, которые находятся в эмиграции, они имеют статус иностранного гражданина, временно проживающего на территории, то есть вид на жительство временно. И поэтому здесь важно понимать, что вот уже миграционное законодательство, оно свое у каждого государства. И это дискреция государства устанавливать разные правила миграционные, но они не могут противоречить общей рамке обязательств по правам человека. И поэтому, когда мы говорим, что что-то нарушается, очень важно понимать, что конкретно в отношении вас нарушено. Соблюлили ли вы все правила миграционного законодательства, то есть что конкретно нарушается. И здесь важно тоже сказать, что как раз норма о запрете дискриминации или право на равное обращение, она не может подлежать никаким ограничениям. Хотя вообще права человека могут подлежать ограничениям правомерным, и об этом тоже есть стандарт. Но что такое дискриминация? Это неравное обращение на неразумных основаниях. И абсолютно нет нигде такого, то есть эта норма не может быть ограничена и оправдана ничем. Ни войной, ни безопасностью государства. То есть вот именно дискриминация, как она есть. Что важно понимать про ограничения прав человека? Что, как я сказала, да, ограничения могут быть, но неразумным основанием в контексте дискриминации является любая генерализация чрезмерная. То есть вот как Вадим говорит, да, просто факт принадлежности к гражданству, это не может быть разумным основанием априори. А к принадлежности, как или к любой полупринадлежности, к сексуальной ориентации, это генерализация разумным основанием быть не может. Ограничения прав человека, любые, да, они, во-первых, должны быть законны, то есть они должны устанавливаться законом. Никакие устные распоряжения, там, нам так сказать, есть такое указание, да, нет. Это первый тест, второе, они должны быть обоснованы, и, ну, национальная безопасность, соображение национальной безопасности, конечно, подходит под это обоснование, это законное обоснование, то, что в основном сейчас выдвигают страны, да, в которых есть случаи дискриминации. Ну, и они должны быть соразмерны. То есть это значит, что именно такое ограничение должно реально отвечать тем соображениям, которые вы заявляете. То есть, опять же, да, и здесь надо еще разделять ситуацию в Украине и в остальных государствах. В Украине действует режим чрезвычайного положения, там война. Это тоже отдельный режим, когда можно ограничивать права человека по пакту. В европейских странах нету такого положения, но, тем не менее, даже в мирное время, да, которое юридически существует в других странах, куда выехали белорусы, тоже ограничения в мирное время не тоже допустимы, но, тем не менее, они должны этим трем тестам соответствовать. Когда я говорю про обоснованность, опять же, ну, вот в Чехии можно привести пример со студентами чешскими. Там был, я не знаю, насколько сейчас это уже урегулировалось, но был выставлен ряд список специальностей, технических таких связанных с безопасностью, на которые ограничили доступ приема белорусов и россиян, да. И вот в данном случае, опять же, вот это уже похоже на какое-то обоснование, когда ты берешь какую-то узкую группу, то есть, да, эти специальности, связанные с IT, с техническими какими-то возможностями, с безопасностью, они действительно могут быть вопросы, к этим гражданам тоже могут быть вопросы, понятно, по объективным причинам. То есть, мы не можем говорить о том, что вообще белорусских студентов в любые вузы не брать, это обоснованно и это соразмерно национальному безопасности, да, страны нет. Потому что непонятно, каким образом. Вот когда мы уже выделяем какую-то группу специальностей, допустим, при поступлении на которые, мы особо проверяем граждан этих стран. Вот это нормально и адекватно, да. Вот, и, ну, то есть, вот этот баланс между твоими правами и обществом, в котором ты живешь, обязанность соблюдения этого баланса – это обязанность государства. При этом еще важно сказать, что у государства есть обязанность не только самому не нарушать твои права, но и следить за тем, чтобы другие люди, которые находятся на твоей территории, по твоей юрисдикции, физические и юридические в том числе, не нарушали твои права, права человека тоже. И поэтому, когда мы видим на ресторанах какие-то налепки, там, сюда нельзя, там, белорусам, да, это задача государства – урегулировать этот вопрос. И точно так же задача государства – не способствовать в своем обществе разжиганию ненависти или, там, неприязни, да, к определенным людям по признаку их гражданства. То есть мы знаем, например, в Польше неприятные всякие были случаи, когда плевали просто в лицо, там, да, когда там человек говорил по-русски, высаживали из такси и так далее. То есть это тоже забота государства, понимая, что у тебя в обществе начинает происходить вот такое, купировать это и продвигать, и поощрять терпимость, толерантность и все такое прочее. Ну, и что касается насчет конкретных механизмов, ну, это такие же механизмы, как и для всех, чьи права нарушаются, к которым мы привыкли в отношении белорусов, только в рамках, ну, то есть, во-первых, это внутри, конечно, важно понимать, что эти же государства, они намного более адекватные в своей, да, вообще, в принципе. Поэтому очень многие вещи, там, и с теми же чешскими вузами, они там решались по договоренности с администрацией, там, студенты предложили писать, ну, какие-то там, ну, мотивационные письма или что-то дополнительное, какие-то объяснения, и администрация пошла навстречу. То есть тут важно понимать. Но если уже говорить о конкретных формальных механизмах, то важно, самое главное, понимать, что вы не нарушаете миграционное законодательство, то есть чтобы к вам не было реально обоснованных претензий. И, ну, а потом, конечно, исходя из того, ну, опять же, надо смотреть, ну, это Европейский суд по правам человека, ну, и Леоновские механизмы, вот. То есть если говорить о международных механизмах, ну, а вообще, конечно, здесь большая роль и диаспора, здесь большая роль и земсил, да, и офиса, кабинета уже сейчас Тихоносской, которая, в принципе, большую пытается решать эти вопросы, и мы видели, и в той же Украине оперативно включались, вот, там, в случае с Анисией, той же Козлюк, да, вот. Большая роль, конечно, этого всего для того, чтобы договариваться и понимать, и призывать выполнять свои обязательства, чтобы не нужно было принимать никакие механизмы. Спасибо. Да, действительно, вспомнили про ссылки, да, на чрезвычайное положение. Не мог не вспомнить, как недавно молдавские пограничники, например, так прямо ссылаясь на то, что говорят, у нас чрезвычайное положение, поэтому все будет происходить, чтобы неизвестить какие-то правила, вот как мы сейчас вам решим. Ну, в общем-то и дело, что чрезвычайное положение не означает, что ты можешь сделать все, что угодно. Это только у Макея в понимании по законам военного времени, это значит вывести и расстрелять там, да, как бы. Да, вот поэтому, наверное, единственное, что меня успокаивало вообще с молдавскими пограничниками, что вот все есть угрозы белорусской ситуации, там избиений, пыток, вывести, расстрелять, как бы мне все-таки делается, что молдави не грозят, а все остальное, ничего страшнее, депортации не случится. Но сам вообще факт, да, чрезвычайное положение, как-то, вот когда я сейчас говорил об обоснованной, необоснованной, я, конечно, всегда, в принципе, понимаю, что наличие белорусского паспорта и того, что молодой мужчина для многих выглядит как обоснованное подозрение в том, что я, возможно, путинский диверсант, но, да, как бы, это все очень неприятно, но, окей, хотя бы как будто бы обоснованно, особенно, когда это корректно, так, в общем, и ничего. Ну что, Ольга, тогда давайте попробуем продолжить, какие есть механизмы, что делать белорусам, которые сталкиваются со всем этим? Да, давайте попробуем продолжить. Самое смешное, что я написала три самых главных вещи, на мой взгляд, и она и с Екатериной их сказали. Но, потому что, на мой взгляд, это важно, я повторюсь, а потом немножко о другом. В рассматривании семья для меня три вещи являются самой главной. Первое – это то, что человек обладает человеческим достоинством. И в силу этого он имеет права человека на любой территории. И идентификация человека как человека, она первична. Это первое. Второе – страна, где проживает человек, куда релациировался человек, также может нарушать права человека. Об этом тоже говорили мои коллеги. Это надо понимать. И третье – практически все страны, куда релациировался белорусам в основном, они присоединились к международному обязательству по правам человека. И, соответственно, они, если эта страна нарушает право конкретного человека, можно обращаться в органы квазисудебные, судебные, в которые человек может обращаться в силу того, что государство приняло на себя обязательства в область. Это таких три главных постулата, которые просто надо понимать, когда человек находится на территории другой страны, и мы говорим о правах человека. А сейчас я немножко спущусь на землю. Мы много говорили о правах человека, механизмах, я не хочу повторяться. Поэтому, наверное, я зайду немножко с другой стороны. Когда люди приезжают на территорию другой страны, вынуждены там приезжать на территорию страны, они зачастую сталкиваются с очень такими приземленными вопросами. Мы это видим каждый день, потому что к нам обращаются почти каждый день с такими очень приземленными вопросами. Как будет доверенность? Отказали ВНЖ? Как поменять паспорт? Как продлить паспорт? Как устроить ребенка на обучение? Что делать, если отказывают в обучении? Такие очень-очень-очень специфические вопросы, которые вроде бы как не имеют отношения к правам человека как такового. Но люди из-за того, что они вынуждены были уехать, из-за того, что они находятся на территории другой страны, они с этими вопросами постоянно сталкиваются. И для них эти вопросы являются очень важными. Потому что если человек, например, не обменял паспорт, то он лишается права человека свободы передвижения и сталкивается с другими проблемами. Если человек не может устроить ребенка в школу, он сталкивается с проблемой образования ребенка, получением права на образование. Опять-таки, человек не может выдать доверенность, например, не может продать имущество на территории Беларуси. Также сталкивается с нарушением прав человека, но уже на территории Беларуси. Поэтому все эти вопросы являются очень взаимосвязанными. И у меня есть такой... Я сама по образованию юристу уже говорили, но у меня есть такой вообще неюридический список того, что надо делать в данной ситуации. И я вас с ним ознакомлю, а потом с удовольствием подискусирую, если что. Итак, мой списочек. Что надо делать в таких ситуациях? Прежде всего, я всегда советую узнавать информацию. Это очень важно, потому что люди просто часто не узнают информацию должным образом. Поверьте, вы не единственная Беларусь-белорусская, которая оказалась на территории той страны, где вы сейчас находитесь. Многие люди уже проходили через определенные процедуры, сталкивались, есть практики. Поэтому узнавание информации является очень важным аспектом для того, чтобы вы не оказались один на один с той проблемой, которую вы не можете решить. И иногда необходимо быть настойчивым и в узнавании информации, и в том, как вы взаимодействуете с теми органами, государственными органами, частными органами на территории страны, в которой вы оказались. Ну, и очень часто, опять-таки, когда я говорю узнавать информацию, надо узнавать объективную информацию. Ну, например, вопрос выдачи доверенности. Многие страны являются, ну, не многие страны, страны Европейского Союза, которые часто не являются, например, Грузия, являются страной, подписанным, там, Минского соглашения, в соответствии с которым внутреннюю доверенность можно не опустилировать. Как много людей знают эту информацию? Немного. То есть это то, о чем я говорю, когда говорю об узнавании информации. И еще один очень важный совет. Не надо толковать сказанное против себя. Это бывает очень часто. Люди звонят в какие-то органы, ну, например, Белорусская консульция, и слышат ту информацию, которую они хотят услышать, либо которую они боятся услышать. Например, люди звонят в консульство и спрашивают, как у меня спаста. А их спрашивают, а у вас есть ВНЖ? Человек спрашивает, боже, у меня нет ВНЖ, значит, я не могу поменять паспорт. Все, я не могу поменять паспорт, у меня нет ВНЖ. Вешают трубку и понимают, что он не может туда обратиться, потому что у него нет ВНЖ. На самом деле, в консульстве не говорили, что вам надо ВНЖ для того, чтобы у меня паспорт. В консульстве просто спросили, есть ли у вас ВНЖ. А человек толкует это против себя. И тут надо очень понимать, что это, опять-таки, обузнавание информации, не оттолкование ее самостоятельно. Еще один совет, который я бы дала, это разумно оценивать ситуацию. Это очень важный совет. Мы тут говорили о том, что человек либо реализует свое право на профессию, реализует свое право на свободу, выражение мнений, или, например, иногда может принять решение свободно передвигаться на территорию Республики Беларусь. Так вот нет. Так происходит не всегда. Поэтому человеку надо очень разумно оценивать ситуацию. Например, может ли он вернуться в Беларусь хотя бы временно? И другую ситуацию в своем отношении, в том числе на территорию страны и релокации. Например, есть очень много случаев, когда люди возвращаются в Беларусь, и их временно, а их задерживают. Хотя вроде лицо даже не предполагалось, поэтому необходимо разумно оценивать ситуацию. Многие из нас устали находиться на территории других стран. У многих что-то случается в Беларуси, но разумно оценивать ситуацию надо всегда. Еще такой совет. Вы просили совета и рекомендации у меня есть. Я бы рекомендовала, на территории практически всех страхов и релокаций есть правозащитная организация. Причем правозащитная организация как белорусские, так и местные. Многие белорусские правозащитные организации, которые находятся на территории стран релокации, они вынуждены или не вынуждены, а осознанно стали разбираться в вопросах, базовых вопросах законодательства. Основных вопросов, в том числе, связанных с правами человека. На той территории, где они находятся, либо находятся их члены. У многих белорусских правозащитных организаций есть сотрудничество с местными правозащитными организациями. Потому что, несмотря на то, что мы говорили о механизмах, да, есть универсальные механизмы защиты прав человека, но все же есть специфика страны релокации. Эту специфику надо понимать, потому что иногда даже правозащитные организации белорусские, оказавшись на территории другой страны, не всегда знают, что необходимо делать в конкретной ситуации. Это одна проблема. Вторая проблема. Иногда бывает языковой барьер, к сожалению. Когда представители, например, правозащитных организаций звонят когда-то в государственные органы и просто не могут поговорить в силу того, что недавно оказавшись на территории релокации не знают язык. Вот, поэтому многие белорусские правозащитные организации, не только правозащитные организации, сотрудничают с местными организациями. И если у вас, вы не знаете информацию, не можете найти информацию, с вами что-то происходит, с вами права нарушаются, то есть организация, к которой можно обращаться. Это необходимо делать. И последний такой совет, который бы я дала, это совет не скрывать информацию. Публиковать информацию. Потому что это важно по очень многим причинам. Во-первых, то, что вы не скрываете информацию, особенно связанную с повреждением права человека, это способствует тому, что, возможно, в отношении вас больше не будут предприниматься какие-то действия. Вот, потому что, когда вы публичите информацию, привлекаете внимание к вашей проблеме, ну, например, не пустили через границу, либо еще что-то, вы тем самым, говоря об этом, даете импульсы и тем же правозащитным организациям, тому же государству, что есть вот эта проблема с ума. Соответственно, надо ее решить. Это первое. А второе, в публике вот эту вот информацию вы способствуете тому, чтобы эта проблема не разрослась системно. Просто потому, что если информация скрывается и не публикуется, то может быть один такой кейс, второй такой кейс, третий такой кейс, а ничего об этом знать не будет, в том числе и на уровне органов принятия решения. Соответственно, очень важно вот это публичить и не скрывать информацию. У меня вот такие есть очень приземленные советы по поводу и нарушения прав человека вообще по поводу жизни в другой стране. Спасибо. Отличные советы. Всем полезные сам. Но я сам над ними задумался. Олег, опять переместившись на последнее место, столько всего обсудили, но я думаю, есть что добавить. Может быть, исходя из личного опыта и из специфики медиасектора. Спасибо коллегам. Действительно, я полностью разделяю все, что было сказано и в том числе рекомендации, которые давала Ольга. И примерно похожий пакет у меня тоже выработался, советов, которые я даю журналистам, которые пытаюсь сталкиваться с различными трудностями после релокации. Я позволю себе немножко другой ракурс на этот вопрос и все-таки действительно различать по источнику проблемы в случае нарушения прав. И мне здесь кажется важно тоже упомянуть, что многие из тех белорусов, которые релацировались, они были жертвами нарушения прав еще не той страной, куда они выехали, а еще у них не утрачено желание защитить свои нарушенные права республикой Беларусь. И здесь, наверное, если говорить о международных механизмах, то мы столкнулись вот совсем недавно с очень серьезным фактом, когда власти республики Беларусь динонсировали факультативный протокол к пакту и тем самым фактически лишили белорусов, которые стали жертвами нарушения прав, в Комитете ООН по правам человека в Комитет обращаться с индивидуальной жалобой и защищать свои права нарушенной республикой Беларусь либо другим государством вот на этой международной арене. Так вот, динонсация факультативного протокола, если говорить о международных механизмах, это очень серьезная потеря и очередное правовое ухудшение, вернее, ухудшение правового статуса людей, находящихся под юрисдикцией республики Беларусь, лишение их возможности использовать этот правовой механизм защиты нарушенных прав. Если говорить о том, какие механизмы тех людей, которые, выехав, желают защитить свои нарушенные права в Беларуси, то, наверное, тоже вкратце очень напомню, что механизмы универсальной юрисдикции, они тоже во многих странах имеются в их национальном законодательстве в уголовном и можно вспомнить, что ряд стран на самом деле, ну, осторожно скажу, с различной степенью успешности, но этот механизм задействовали и задействуют. Если уже говорить о взаимодействии наших сограждан, которые выехали и сталкиваются с возможным нарушением прав со стороны тех государств, на территории которых они находятся, по юрисдикции, которых они находятся, то здесь абсолютно согласен с оценкой, что очень, с одной стороны, все государства, с которыми приходится сейчас коммуницировать приказанием правой помощи выехавшим журналистам, редакциям, это, конечно же, страны, которые присоединились к большинству норм международного права и различные конвенции, пакты, договоры имеют для них юридическую силу и абсолютно согласен, что вот универсальность этих норм международного права, она, в принципе, предполагает какие-то общие подходы к предоставлению статуса беженца, к процедурам рассмотрения там заявлений эмигрантов, к процедурам предоставления, например, шенгенских вис, если рассматривать шенгенское соглашение, но было, то есть важно понимать, что у некоторых стран, у каждой страны, по большому счету, есть свои особенности бюрократических процедур, и не то, чтобы я там глубокий анализ проводил, но даже вот мой опыт подсказывает, что одни и те же процедуры имеют ряд бюрократических особенностей в разных странах, здесь абсолютно практически те же советы даю, о которых говорила Ольга, о том, что надо вступать в партнерство с местными коллегами, с правозащитными организациями, есть адвокаты, которые бесплатно оказывают помощь пробона беженцам, мигрантам, и вопросы, связанные с миграционным законодательством, есть в ряде стран и такая возможность обращаться к ним за помощью, потому что абсолютно верно, белорусские правозащитники, они знают а, международные стандарты, и б, знают особенности своего национального законодательства. Вот особенности национального законодательства страны пребывания очень часто является достаточно проблемным, глубоко изучать тонкости, это языковой барьер, и это ряд других ограничений, и вот здесь наши партнеры, наши коллеги из правозащитных организаций стран, куда сейчас релацируются к белорусу, они действительно оказывают нам неценимую помощь, и, конечно же, это так называемые организации диаспоры, которые в предыдущие волны релацировались, мигрировали, и много инициатив создается белорусами для уже следующих волн белорусов. Я бы, наверное, еще позволил себе такую оценку, она очень сильно заметна на периоды до начала и после начала войны. Если до начала войны на самом деле в отношении белорусов достаточно легко было обсуждать и в том числе с политическими органами стран, государств стран пребывания, то, естественно, с началом войны возник ряд сложностей. От заявлений отдельных политиков, которые предлагают ужесточить правовое регулирование легализации граждан Беларуси на территории своих стран, это некоторого изменения, в том числе законодательного различных бюрократических процедур, и, конечно же, то, что многие страны ввели либо режим чрезвычайного положения, либо режим военного положения, как в Украине, это тоже накладывает свои отпечатки на правовое регулирование именно легализации. И, действительно, очень многие наши коллеги сейчас стали за эти там уже больше, чем полгода, в феврале месяца с борцами против дискриминации в тех странах, куда релацировались белорусы. Не хочу даже назвать фамилии, чтобы никого-то не забыть, но, на самом деле, очень много наших соотечественников, которые работают с местными властями в Польше, в Литве, в Грузии, чтобы не допустить дискриминации по признаку гражданства, тем более в отношении белорусов, которые стали вынужденными мигрантами, и уж тем более те, кто получил статус беженца либо доп. защиты, чтобы их статусы и даже статус временного вида нажительства, чтобы их статусы не пересматривались через призму дискриминации по признаку гражданства. и, конечно же, те бытовые проявления дискриминации, о которых говорилось там, очень большой спектр тоже фиксируется и в белорусских СМИ, которые это фиксируют, в сайте отражают отказов банков в открытии счетов до действительно какого-то бытового, бытовых плевков и открытых оскорблений в публичных местах за русскоязычную речь при демонстрации белорусского паспорта, к сожалению, эти факты были, с ними и правозащитные, и местные национальные правозащитные организации работают, и абсолютно согласен, что это надо властям тех стран, где находятся белорусские наши сограждане, им тоже нужно на это указывать, с этим нужно, и, в принципе, есть возможность сработать. Я, наверное, еще также отмечу особенность, на которую я обратил внимание, тоже результат моего такого субъективного наблюдения за соотечественниками, психологическое отношение к властям тех государств, где они пытаются решать правовые вопросы, иногда там по очень широкому спектру, которого так блестяще Ольга Смолянко озвучила, от образования до каких-то там вопросов в, не знаю, в компаниях мобильной связи. Вот когда выходит наш гражданин на уровень общения с представителем иностранного государства, он переносит свое психологическое отношение с представителем белорусских властей. И, действительно, вот нужно очень часто сначала сломать человеку психологическое отношение, говорить, что отношение от Беларуси, здесь, в принципе, правовой режим, он действительно режим правового государства. И здесь те вопросы, с которыми ты сталкиваешься, они решаются иногда просто прямыми переговорами с чиновниками, с местными бюрократами, и они не настолько проблемны, насколько представляют наши люди, имея опыт общения с белорусскими различными, скажем так, казенными присутствиями. И да, ситуация меняется, вот тот всплеск и бытовой, и какой-то такого дискриминационного, иногда даже с правой точки зрения закрепленного дискриминационного подхода, он на самом деле начинает меняться. И это в том числе благодаря и деятельности белорусских организаций гражданского общества, и белорусской оппозиции, которая имеет сейчас свое представительство за рубежом. И вот работа этих субъектов в партнерстве с национальными правозащитными организациями на территории тех стран, где они находятся, она на самом деле, она видна, эти результаты работы, ситуация снова меняется скорее от ухудшения скорее к нормализации отношений к нашим соотечественникам. Поэтому да, ситуация некритична, надо работать, надо обращаться за помощью, не стесняться этого, и в принципе все вопросы решаемы, хотя иногда например в Польше есть ценюкальный кейс, когда белорусскому журналисту польские власти внесли в стоп-лист на выдачу визы, и оказалось, по крайней мере, с польскими коллегами, правозащитниками и польскими адвокатами, мы выяснили, что механизма именно обжалования этой процедуры в польском законодательстве не очень-то и имеется, как иностранный гражданин, находящийся на территории Польши, может обжаловать включение его в список невъездных, и это тоже сейчас наши польские коллеги всерьез обсуждают, чтобы делать этот кейс уже стратегический, мы этот уже пробил польского законодательства, пытаться решать на стратегическом уровне, ну, чем они в принципе занимаются и так, поэтому в принципе ситуация не всегда простая, но хочется надеяться, что большинство этих вопросов они на самом деле решают. Спасибо. Спасибо, Олег, тоже хочется на это надеяться, действительно, я вижу руку Екатерина Дайкала, перед этим хочу вспомнить опыт, когда, мне кажется, Олег правильно заметил этот перенос психологический, я даже сказал бы, не только с Беларуси на другие страны, а из разных стран друг на друга, я что-то не буду называть название стран, но я, когда коллега рассказывал, что можно было обратиться к чиновнику другой страны и просто попросить решить ситуацию, не как оно там длинный срок по закону, вот менто, скорее, я его попросил, а мой коллега, который в другой стране находился, подумал, что попросил, я имею в виду долгия, а я имел в виду просто попросил как бы словами через рот, и это оказывается тоже работает, а вот, к сожалению, у некоторых людей оказывается другой опыт, они думают, что с чиновниками можно только таким образом договориться, оказывается, можно и иначе. Екатерина, пожалуйста, если можно кратко и будет, тогда к финальным вопросам переходить. Да, я кратко буквально хотела еще такой момент отметить, прекрасный список Ольги, и к ее первому пункту «Ищите информацию», да, я добавлю, что вообще, конечно, белорусы, они находятся, в принципе, любой вообще мигрант, он уязвим психологически, потому что он понимает, что он не знает местных, ну, законов, и он боится что-то нарушить, да, ну, и, но в случае с белорусами это еще более критично важно, ничего не нарушить местного, потому что если в обычной ситуации, ну, ты там, ну, да, может какой-то косяк, но в крайнем случае, что самое плохое, поедешь ты домой, но мы не можем поехать домой, и мы, а те, особенно, которые уехали еще из Украины после войны, да, уже второй раз обосновавшись и переехав, ну, уже однозначно, что куда-то дальше ехать, это уже просто, ну, начинается какое-то такое, просто такое психологический блок, у меня, например, лично, да, вот, и поэтому в этой связи к пункту Ольги про получайте информацию, ищите достоверную информацию, очень важно убеждаться, что вы не нарушаете, а, миграционное законодательство, б, к вопросу о профессии, все, как бы, кто, ну, большинство людей, многие люди, которые релацировались, они начинают вести какую-то хозяйственную деятельность, они там делают ип, они где-то устраиваются на работу, очень важно еще понимать, что вы соблюдаете все вопросы, которые связаны с налогами и вот с ведением вот этой хозяйственной деятельности, чтобы, когда вы, то есть, тоже важно понимать, что ваши права все равно за вами сохраняются как человека, даже если вы здесь что-то нарушаете, то все равно вас дискриминировать нельзя, это не значит, что если вы там не заплатили налоги, вас можно дискриминировать, но тем не менее, конечно, чем, ну, чем чище вы будете перед государством пребывания, чем более добросовестно, да, вы будете с соблюдением всего миграционного законодательства и всякого там законодательства, налогового и всего такого, тем, конечно, больше у вас будет шансов решить вопрос вашу пользу, да, вот, ну, и опять же, не забываем, конечно, про просто национальные суды, то есть, это государство, где суды работают, и поэтому, возможно, в них придется сходить. Докторин, спасибо, действительно, вот, могу не согласиться, тоже часто замечаю, что многие белорусы сказали так, вот, вежливо выразиться, достаточно пофигистично относятся к вопросам налогового законодательства, и во многом, может быть, они базируются на тяжелом, плохом опыте Белоруссии, когда многие вещи, особенно связанные с квитанским обществом, в общем, технически нельзя было оформить по закону, из-за этого у многих возникла привычка, скажем так, довольно вольно относиться к вопросам налогового законодательства, и вот, я, например, для себя точно разграничивают, что есть ситуация в Белоруссии, есть вообще-то за рубежом, где другая правовая система, и действительно, когда некоторые люди мне говорят, когда спрашиваешь, например, какая налоговая система, в стране, где ты переехал, люди говорят, о, не, без понятия, какая налоговая система, я тут год живу, налоги не плачу, я тем вообще даже не интересовался, и понимают, что да, весьма беспечно люди вот к этому подходят, потому что нашел вершивое слово, ну, в общем, да, наверное, это не способствует тому, чтобы все было благополучно и безопасно, не в этих странах, это правда. Ну что, и давайте тогда, переходя к последнему вопросу, может быть, постараемся на него очень коротко по возможности, что мы, опять же, белорусский опыт в том, что мы привыкли, что, конечно, какие-то там рекомендации белорусским властям не нарушаете права человека, они, в принципе, кочуют из разных правозащитных документов один в другой, и, приятно, если мы продолжаем про доклады на ИС, понятно, что, в общем, это принципиально важно эти моменты перечислить, но, в общем, перечисляя такие рекомендации, мы, ну, в общем, справедливости ради, не то, чтобы рассчитываем, что их правда завтра будет воплощать тот, кого мы рекомендуем, но, действительно, полезно ведь не переносить этот белорусский опыт на другие страны, и поэтому я не буду спрашивать, что сделать, и что рекомендовать белорусским властям, чтобы не нарушать права человека, ну, потому что, в общем, ничего я не хочу рекомендовать, но, поэтому предлагаю всем подумать и высказать, а что можно рекомендовать акторам за пределами Беларуси, это и другие государства, какое-то, не знаю, международное сообщество в целом, международные организации, чтобы обеспечить выполнение их международных обязательств в области прав человека в отношении вынужденных мигрантов, ну, и белорусов в частности, то есть, что можно рекомендовать тем, кто вообще-то в целом готов слушать рекомендации, если говорить, может быть, не только о частностях, но в целом о принципах, которые мы видели за последнее время, что можно было бы рекомендовать, а наиз, я понимаю, что это в целом не выходит за пределы мандата специалистов по Беларуси, поэтому, если вы найдете, есть возможность что-то здесь добавить по поводу других организаций, буду рад, и если нет, то сможем тоже идти дальше. Ну, это правда, что главным адресатом моих рекомендаций всегда является правительство Беларуси, но, как вы знаете, не слушают, то есть не принимают во внимание и не отвечают, так что, вот, но по резолюции я тоже имею право, это даже обязанность дать рекомендации в международном сообществе. И с этой точки зрения я хочу напомнить, что на самом деле, вот, когда у нас есть так называемый интерактивный диалог в Совете по правам человека в Женеве или в Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке, большинство стран участников, и сейчас в этих диалогах участвуют только те страны, которые заботятся о ситуации с правами человека в Беларуси. К сожалению, даже у нас нет шанса иметь с нами для диалога такие страны, как, ну, не только Беларусь, но еще и союзники, которые тоже считают, что правый человек это внутренние дела. Так что, на самом деле, получается почти монолог или просто обзор ситуации с теми, которые уже знают и уже забудут о ситуации, к сожалению. Вот, но они очень интересуются практическими рекомендациями. То есть, я обнаружу, что даже вот дипломаты, они так давно, они уже почти 30 лет думают, как улучшить ситуацию с правами человека в Беларуси и все, что инновационно, что новое, что немножко, ну, я бы не сказала, сумасшедшего, но что вы выходите из рамки, think out of the box, это им это страшно интересно и они готовы на это работать, потому что все, что они пробовали, вот никогда не сработало, если просто смотреть на реальности. Вот, и, например, то есть, во-первых, это, конечно, не позволит, мои рекомендации им, да, это не позволит Беларусь попасть под, ну, позавнимание международного общества, да, и стать второстепенной проблемой из-за того, что есть в регионе другие яркие проблемы, в том числе и ситуации с правами человека в Украине, но это вопрос, конечно, работать на, для accountability, то есть, эти механизмы ответственности, сори, как это, Вадим, помоги, пожалуйста, ответственности, ответственности, чтобы помочь людям искать, ну, юстить за границу, если это возможно для тех странах, которые принимают принцип универсальной юрисдикции, но и в качестве, и то есть, вот для этого надо, чтобы правительство поддерживали работу вот их, ну, работников вот их трибуналов, то есть, я имею в виду, что, ну, конечно, в демократических странах исполнительная власть не должна вмешиваться в работу юстиции, это, это, это естественно, но они могут, они должны дать им возможность работать, и если иметь в виду, что в большинстве наших демократических странах юрисдикции очень медленные, то есть, накопаются кейсы в уголовных трибуналах, в гражданских на много-много лет, и поэтому, чтобы освободить время для прокуроров, для судей, чтобы они могли заниматься вопросами нарушения прав человека в Беларуси, именно тех самых страшных пыток, надо, чтобы они имели все-таки финансовую поддержку, материальную поддержку, стажировались у них студенты, которые владеют русский язык и так далее. То есть, надо иметь дальнее видение о том, что эксперты по Беларуси, по нарушению права человека в Беларуси, их надо больше, чем сейчас есть, и надо их тоже платить. Например, я на волонтерском основе работаю, и страна большая, и нарушений множество. Так что, конечно, если бороться за юстицию для жертв нарушения прав человека в Беларуси, надо тоже иметь достаточно материальные средства. А последнее, как практическую рекомендацию даю именно по этой теме беларусов в изгнании, очень важно позволить людям воссоздать их сообщество. Потому что люди уже понимают, что может они не будут иметь шанс вернуться домой в ближайшее время. Два года назад было очень много кто сказал, я переживу эти все моменты, эти все трудности за границу, перед 3-4 недели вернут домой. Оказывается, что они должны остаться за границей дольше, чем они планировали. Есть, как Олег говорил, еще те, которые вообще уже видят их будущее только за границу. И это, мне кажется, потеря опять же для будущей страны. Но тем не менее, пока они в изгнании, люди испытывают трудности, мы их упомянули, еще есть потребности, то есть нужда существует в сфере психологической помощи, мне кажется, особенно для правозащитников, для самих правозащитников, потому что они уже столько лет работают в очень тяжелых обстоятельствах. в Беларуси сейчас за границу, если еще два раза должны были релокализироваться, если были в Украине, например, и они на краю nervous breakdown, уже столько делали, столько испытывали неприятного, что надо help the ones who help. Это важно. И опять же, это значит, что надо инвестировать уже сейчас в тренировки русскоязычных психологов, психиатров и так далее. И, если честно, в университетах в Западной Европе, например, это совершенно не приоритет. Студенты предпочитают изучать китайский язык, а не русский, больше нет такой интерес к этому языку. И чтобы воссоздать сообщество в эмиграции, в изгнании, мне кажется, очень важно еще опираться на творческие силы страны, те, которые в изгнании, я имею в виду деятели культуры, музыканты, писатели и так далее. и для этого тоже важно поддержать, мне кажется, белорусскоязычную культуру и литературу, и театр, и так далее, потому что испытывала эта часть культуры белорусскоязычной, испытывала уже дискриминацию в своей стране, а вот в изгнании есть, ну, как мне цинично, есть возможность больше развиваться, чем дома. И поэтому даже среди выводов тех разговоров, которые мы имели для подготовки доклада с людьми, которые сейчас в изгнании, в том числе и в Грузии, слышали такая забота от некоторых людей, которые думают или знают, что они, их грозят преследование по статьям по экстремизму, они боятся, они переживают, что вот к ним, то есть к родителям, например, если они были прописаны у родителей, придут КГБ, Губопик, юной имид, делают обыск и найдут у родителей, у родственников литературу, которая сейчас находится, тем временем вот стало добавлено в этот список экстремистской литературы и что у них будут проблемы, то есть речь идет о людей, которые, ну, может быть, там 70 лет, 80 лет им, и, конечно, никто не хочет, чтобы вот, то есть люди живут в изгнании, вот думая об этом, что может случиться из-за меня, из-за моих книг на белорусском языке, экстремистские книги, у моих родителей, и поэтому я делаю вот такую оригинальную рекомендацию, и мне кажется, некоторые их послушали, что вот есть, может быть, возможность экспортировать хотя бы временно эту литературу по-за границе Беларуси, чтобы доставить для библиотеки, например, для белорусов, которые живут за границей, и чтобы защитить эту литературу от уничтожения, потому что мне кажется, что если обыск придет к тому, что, чтобы там они изнимают вот эти книги, наверное, их тоже сжигают, к сожалению, и чтобы это не будет еще и показатель, который может служить для преследования тех, которые остались в стране, вот такие рекомендации. Спасибо большое, Наис, я как культуролог не могу не поддержать горячего последней рекомендации и обратить внимание на то, что это часто теряется на фоне общих ужасов, в конце концов, где тут были белорусскоязычные книжки, когда идет война, но когда книги признаются экстремистскими и сжигают дом, это все, несомненно, требует защиты, и это очень важно. Что, Екатерина, тогда только попрошу продолжить и добавить, что можно посоветовать всем тем, кто, в общем, в принципе, готов слушать советы. Вот в этом и ключ. Посоветовать в контексте соблюдения обязательств по правам человека можно только одно, соблюдайте свои обязательства по правам человека. И вот именно те, кто готов, как вы сказали, Вадим, потому что я вернусь к началу, в то, что я говорила в самом начале, такие советы не работают с белорусским правительством, не потому, что это советы плохие, а потому, что правительство неэффективное. Поэтому, когда мы разговариваем с государством, у которого это, как я уже сказала, эти ценности не просто декларируемые, а они реально, это правовое государство, и на этих ценностях строится и внешняя политика, и внутренняя, и они постоянно утверждают это, значит, это должен быть один из главных аргументов на столе, на любом уровне. Потому что, в основном, опять же повторюсь, я слышу аргументацию в контексте дискриминации белорусов, отличается белорусов от русских, еще что-то, но очень много таких эмоциональных и политических аргументов, они тоже должны быть, но, это так называемая policy argument, они должны быть, но, не надо забывать, и вообще, в первую очередь, есть аргумент, у вас есть обязательства, вы должны их соблюдать. на каждом уровне, диаспора ли общается с местным чиновником, кабинет ли говорит с правительством, на каждом уровне просто не нужно забывать вкручивать этот аргумент. Спасибо большое, в общем, именно с этим посылом, на что, на сегодняшний дискуссия, это и ведется, так что, Даня, мы не можем не поддержать, Оля? Давайте как бы логично, любое государство, прежде всего, заботится о своих гражданах, это как бы понятно, это функция государства, но, если при этом государство нарушает права других граждан, то есть граждан другой страны, это нарушение прав человека, и, соответственно, если на территории другой страны нарушаются права других граждан, то есть основания для того, чтобы в рамках международных всяких механизмов у государства сказали, а я явно нарушается права человека, но, опять-таки, есть но, для того, чтобы государство знало, что на ее территории нарушаются права человека, государство должно об этом получать информацию, то есть государство не занимается тем, что оно постоянно следит, нарушается ли права белорусов, либо не нарушается, нарушается ли права, либо не нарушается, да, это, в принципе, функция государства, прежде всего, это функция, в том числе, нас, в правозащитных организациях, Это функция граждан повлечить эту информацию, о чем я говорила в Советах, что права нарушаются. И только тогда, если вот это информирование, причем аргументирование на информирование, не просто меня там бьют или мне не открывают счета. Мы-то знаем, да, мы знаем, например, что там есть проблема в строительстве счетов белорусов, например, в странах, или в функционировании счета. Мы знаем, что есть проблема, например, в исключении бизнеса. Откуда должна это знать государство? Ниоткуда. Если мы его аргументированно не проинформировали. Соответственно, наша задача, наша задача, я буду исходить из нашей задачи, потому что, ну, ты должна, это хорошо, но у нас тоже есть задача по этому поводу. Вот, соответственно, мы должны информировать государство о том, что происходит. И если государство не реагирует на это, мы, как граждане, проживающие на территории государства, где мы имеем права, как права человека, можем использовать международный механизм, о котором говорила Екатерина в предыдущей часе. Мы можем обращаться в спецпроцедуры, можем обращаться в квазисудебную, судебную и так далее. Вот. Это первое. То есть, если государство игнорирует проблему, соответственно, надо ее решать. Второе. Иногда государство просто должно не вмешиваться в реализацию каких-то прав. То есть, тут надо, опять-таки, понимать, что мы на территории другой страны можем реализовать свои права. И для того, чтобы донести информацию, эти права иногда часто надо реализовать. Такие права, например, свободы собрания, выйти на улицу, показать, мы белорусы, у нас есть какие-то проблемы. Или мы за это. Потом, свободы выражения мнений. То есть, сколько в открытых источниках, в средствах массовой информации, публикациях о проблемах белорусов? Мало. Возможно, это не интересуется, не надо заинтересовать и так далее. Но государство должно просто… Если государство вмешивается в реализацию этих прав, соответственно, оно не должно, соответственно, приступаем к пункту один. Говоря о том, что государство не должно вмешиваться. Вот. И я бы еще, учитывая, что у нас совсем мало времени, я бы хотел послушать вопрос в аудитории, сказала бы еще одну такую вещь, что я бы отдельно выделяла бы, что должно делать государство в отношении к Беларуси, то есть странной релокации. А вот тут, мне кажется, должно. То есть все государства, на территории которых оказались белорусы, не оказались белорусы. Дело в том, что та ситуация, которая происходит в Беларуси, не есть страна, которая есть изолированная. Беларусь находится среди других стран. И те нарушения прав человека, которые происходят в Беларуси, они тоже не являются изолированными. То есть эти нарушения, эта ситуация, которая происходит сейчас в Беларуси, она может не эксплуатироваться на другие страны. И когда государство замалчивает все проблемы прав человека, которые есть в другой стране, государство потенциально тоже обязательства переправ человека. Поэтому государство не должно замалчивать все проблемы прав человека, которые происходят в других странах. Спасибо большое. Действительно, хоть мы фокусом с дискуссией сегодня на том, чего не только белорусы должны сами это делать, но и как раз. Про защиту их прав со стороны других. Но да, про реализацию своих прав и то, что право на свободу собраний, которые мы, с одной стороны, вроде бы за него в Беларуси боремся, а с другой стороны, как-то на белорусы, может быть, настолько отвыкли, что совершенно нормально выйти и устроить в центре столицы любого государства, не только своего, митинг в защиту своих прав, что это вообще нормальная мера, и совсем не значит, что нас всех после этого и забьют, и депортируют. Нет, вообще-то совершенно нормальное действие, у него нет ничего плохого и неправильного. Да, Ольга сейчас хорошо напомнила про то, что у нас будет возможность задать свои вопросы и что-то обсудить. Поэтому всем призываю, кто хотел бы задать вопросы, над ними подумать. Можно для получения анонимности написать в чат, мы тогда с Антоном это прочитаем, или подключиться и задать самим, поднимать руку. И прежде чем мы к этому перейдем, я, собственно, передаю слово Олегу. Олег, какие еще можно добавить тут рекомендации кому-нибудь, кроме Беларуси, и тех, кто и не собирался ничего соблюдать. Спасибо. Действительно согласен с коллегами о том, что с примитивным правом человека, как абсолютно правильно сказала Екатерина, нужно от тех государственных территорий, которых сейчас находится в Беларуси, нужно требовать соблюдения прав человека, и, конечно же, не допускать проявления дискриминации, и если такие проявления имеются, их пресекать, и тем самым соблюдать, собственно, свои обязательства в области прав человека, это абсолютно слушная, как-то сказать, ну, важная рекомендация, которая даже, можно сказать, универсальна. Здесь также по поводу рекомендаций другим государствам, я бы все-таки, наверное, сказал, что у большинства стран, на территории которых сейчас находятся белорусские граждане, все-таки были программы поддержки Верданского общества Беларуси, поддержки там культурных каких-то инициатив, целого ряда других программ на самом деле хватало. И вот сохранять, а лучше повышать тот уровень поддержки с учетом особенностей многих инициатив белорусских, которые были вынуждены были выехать, вот сохранение этой поддержки – это та рекомендация, которую мы даем, и, в принципе, даже в двусторонних коммуникациях с представителями многих государств мы это озвучиваем. Согласен абсолютно с Ольгой, что рекомендация, поскольку права человека универсальны и государства, не только те, где сейчас находятся белорусы, но и другие страны, они тоже являются участниками этих международных механизмов, многосторонних международных механизмов. И, в принципе, рекомендация требовать от властей Беларуси выполнение своих обязательств в области прав человека, освобождение политзаключенных, прекращение репрессий, прекращение иных противоправных действий, которые сотрудники государственных различных институтов белорусских допускают. Вот это тоже под силу представителей иностранных государств. И такая, наверное, короткая рекомендация, которая, может быть, не звучала, это действительно заниматься мониторингом в том числе своих институтов в плане того, как они работают, например, с миграционными вопросами, с вопросами легализации, потому что случаи, когда из-за увеличившегося наплыва беженцев и мигрантов из Украины значительно выросла нагрузка на миграционные службы государств, то, условно говоря, абсолютно не по вине белорусов много мы фиксировали кейс. Ну, не много, но они были, когда из-за длительности рассмотрения документов, вот этой бюрократической процедуры рассмотрения статусов, многие белорусские мои коллеги, они определенный период вынуждены были жить, скажем так, в немножечко нелегальном статусе, когда абсолютно из-за длительности рассмотрения документов сроки заканчивались, и человек был ограничен в праве перемещения и не имел легального статуса. Это, на самом деле, тоже нужно отметить, что большинство стран это делает. Здесь Литва в марте этого года, в марте-феврале этого года, она значительно увеличила и количество сотрудников миграционных служб, и увеличила, ввела дополнительные подразделения миграционной службы. Примерно такой же процесс происходил в Польше из того, что мы видим. То есть даже без нашего какого-то влияния на власти этих стран, власти сами справляются эффективно своими обязательствами, и в том числе вот эти институты держат. И здесь еще вспомнил, для меня тоже по опыту работы, впервые, наверное, за много-много лет обращение к белорусским властям с законодательной инициативой удалось достучаться до Сейма Польши, когда коалиция белорусских организаций раскритиковала тот закон, все изменения в законодательство о миграционных процедурах, когда статус беженца с Украины не предусматривал поначалу, ну скажем так, мало предусматривал статуса граждан третьих стран, которые бежали из Украины с началом войны. И в принципе, вот я помню эту коалицию, помню наше обращение в Сейм, и на удивление голосование, ну конечно, не только в нашей коалиции, там политическая оппозиция в Польше тоже свои изменения внесла, но вот добиться рассмотрения таких изменений на законодательном уровне, это тоже было показательно, это тоже, наверное, можно трансформировать в рекомендацию, вот прислушиваться к тем инициативам, к тем советам, к тем просьбам, которые есть от нашего сообщества на территории их стран нахождения. Спасибо. Да, спасибо, Олег. Действительно, постоянно сталкиваюсь с ситуацией, когда кто-то рассказывает, да, вот я в Польшу, я не могу приехать там даже в соседнюю страну, потому что я там оформляю документы, я там то и сё, и то же самое в Литве, да, и в других странах, и в общем, да, я как-то не задумался, задумался об этом с точки зрения того, что вообще-то нарушение про человека на свободу перемещения, люди, вроде бы, не совершали никаких преступлений, но, по сути, оказываются под ограничением, насколько далеко они могут отойти от дома в какой-то стране, непонятно почему. Действительно, это, вроде бы, понятная причина, но так себе. Я вижу в чате комментарии от Татьяны, и Татьяна, может быть, вы могли бы подключиться и тоже нам их озвучить, и тоже бы это обсудили, или в чате оставим? Нет, там просто был такой небольшой комментарий, ну, если Татьяна хочет озвучить, то просто такой, как бы, мы там уже брать. Это технический комментарий, он не имеет, ну, его нет смысла содержательно обсуждать. Окей, ну, просто да, может быть, тоже потом зрителям было бы интересно. Если нет, окей. Хорошо, тогда Татьяна, может, у вас или у кого-то ещё из наших участников есть какие-то вопросы, комментарии и желание что-то кратко-ёмко, но очень содержательно дополнить по тем вопросам, которые мы сегодня обсуждали, если у кого-то есть что-то такое, это был бы самый подходящий момент, это сделать, или если нет, то мы сможем завершить до того, как пройдут два часа, и это тоже уже будет некоторое достижение. Это тоже немало. Это правда. Что ж, если пока нет, тогда в таком случае я хотел бы ещё раз очень поблагодарить всех тех, кто в нашей дискуссии участвовал, поблагодарить всех правозащитников за их работу, которая, несомненно, важна. Я тут присоединяюсь к тому большинству белорусов, которые в социологических опросах отвечают, что доверяют независимым правозащитникам больше вообще, чем кому-либо среди акторов в белорусском обществе. Я это поддерживаю тоже всеми правозащитниками. На всякую сомнению я восхищаюсь, и все мои сердечки правозащитникам. И отдельно поблагодарить Анаиз и за доклад, и за всю работу, потому что иногда вот с контекстом тоже другого мероприятия, я понял, что уже часто так фоном воспринимаю Анаиз как белорусскую правозащитницу, занимается белоруссию, потому что, в общем, Анаиз как бы не белорусская, и многое чем могло бы заняться, а занимается нами, и очень помогает реализовывать одну из рекомендаций, о которой мы сегодня говорили. Собственно, обращаясь вниманием на права белорусов, на их нарушения, потому что, конечно, если мы об этом не будем говорить, причем не только эмоционально, а юридически, аргументированно, и в той форме, в какой это видят другие государства, правительства, чиновники, то, конечно, тогда ситуация точно очень маловероятна, что будет сдвигаться к лучшему, хотя, вот как Олег проведет примеры, что бывают ситуации, когда, в общем, страны и сами столь чективны, что могут заметить некоторые свои проблемы и сами их решить, но никогда не бесполезно нам тоже следить и руку на пульсе держать, и рекомендации давать. Поэтому еще раз всем большое спасибо и за сегодняшнюю дискуссию, и за вашу важную работу, и до новых встреч на дискуссиях Экспертно-аналитического клуба. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Коллеги, спасибо большое за дискуссию. Было интересно. У меня сама было интересно. И мне содержательно, по-моему, получилось. Весьма, я бы сказал. Это очень интересно. Я представлены к другой стране, мне было очень интересно послушать и поревнять информацию. Вот. Дякую вам так само, что интересуетесь. До побочения. До побочения.